Делаю посадку огурцов. Расскажу некоторые нюансы и просто сделаю. Первое, что мне нужно, это семена. А, конечно, и второе самое важное, это грудь, специально на котором написано. Грудь для семян. Не для рассады, а для семян. Потому что огурцы очень чувствительны к питанию. И в грунте для семян очень специальные тонкая резка и малопитательных элементов. Третий элемент мне понадобится кассета. Небольшие контейнеры. Большие контейнеры огурцы очень нехорошо сажать. Сначала сажаем в маленький контейнер. Многие говорят, что пересадка огурца невозможна по причине того, что бахчевый не переносит. На самом деле, раньше не было таких кассеток, в которых можно было вырастить огурец так, чтобы он оплетал корневую систему идеально. И получалось хороший результат. Так, я, в общем, высыпаю грунт. Здесь, наверное, особо каких-то тонкостей нет. Но есть один важный вопрос, которые они задают. Нужно ли утрамбовывать грунт? То есть, я насыпаю, да, и нужно ли его прижимать? Друзья, да, нужно прижать по двум причинам. Первая. Первая причина важная, что грунт просто будет оседать. Вторая причина важная, что все-таки, когда грунт спрессован, корневая система чуть, так скажем, более лучшим образом развивается. Потому что все-таки, чем больше вы набили, тем больше получается площадь касания корневой системы. Так, я, в общем, сделал. Самое важное набить на примерно одну глубину. Не обязательно какая-то уж чрезмерная аккуратность, да? Но глубина должна быть одинаковой. Все время оставляйте примерно толщину одного пальчика для того, чтобы вам было удобно поливать. Потому что, когда мы поливаем и все разливается, это не очень хорошо. Я использую грунт специально для семян. Он с разрыхлителем. Вот. И первое, что мы делаем, нам нужно будет сделать посадочные места. Вот. У меня вот здесь семена огурцов. Вот. Но сначала я сделаю для них местечки. Беру две палочки. Любые можно карандаши взять. Вот. И делаю небольшое углубление. Примерно углубление на толщину семечки. Раз. Два. Примерно 3-5 миллиметров. Многие очень заглубляют поглубже. Но это на самом деле плохо. Потому что, чем глубже мы положили семечки, тем больше тратится энергии на выход наружу. И тем самым огурчик больше тратит энергии и хуже развивается. И вот здесь самый важный нюанс, как правильно посадить. Смотрите. Семечко мы кладем вот таким образом, да. То есть, он должен лечь плашмя. Не нужно его тонким концом втыкать вниз или ставить на плопку или на ребро. Мы просто его вот кладем, как говорится, вот прям вот так вот, как говорится. Ну, плашплашмя прям так и говорит. Как есть, да. Вот. Мы кладем раз. Два. Очень важно, чтобы была одинаковая глубина. Многие говорят, ой, зачем? И мелкие нюансы. А для того, чтобы всходы были равномерные. Равномерные всходы – это одинакового размера рассады. Это значит, что одинаково, одновременно можно высаживать, одновременно можно кормить. Все, я высадил в эти ямки, закрыл пальчиком и пропрессовал. Вот. И важный момент, как мы это дело поливаем. Первое. У меня вот здесь, допустим, есть поддон. Я могу налить в поддон воды и поставить снизу, ой, сверху весь контейнер, чтобы он питал. Это один из самых лучших способов. Если у вас так неудобно и контейнер не позволяет это сделать, поддон, точнее, не позволяет это сделать, то можно полить опрыскивателем. Обычным опрыскивателем, который сверху наливаете воды и просто опрыскиваете. Вот. Важный момент – не переливать. Все время спрашивают, лучше досушить или пересушить. Если пересушить, огурцу проще вырасть, чем если вы его перелили. Потому что, когда вы переливаете, он сгнивает, а когда пересушивает, он ищет влагу и развивает корневую систему. Но, как говорится, во всем нужна мера, баланс. Поэтому поливаем его примерно раз в пять дней. Так скажем, грубо выражаясь, раз в пять дней. Потому что мы сейчас посадили, через 3-4 дня он зайдет. И где-то через пару дней после того, как он зайдет, я его первый раз полью. Примерно так. Примерно так.